всем привет это видео будет из серии будни коллекционера я в этих видео обычно рассказываю про несколько дней из жизни москвичиста и будет соответственно про несколько автомобилей первым делом мы сейчас с вами едем смотреть москвич 2140 для моего подписчика владислава если помните я для него ездил смотреть москвич в волгоград в цвете манго потом ездил в пятигорск смотреть москвич в цвете вала и сейчас едем смотреть тоже 40 москвич в редком цвете карелия он ему понравился посмотрим понравится ли мне и порекомендую я его покупать или нет если москвич понравится то я сразу его куплю и вот сцепку у меня с собой сразу и заберем еду я в город ступино сейчас вот скана поворачиваю на м4 я доехал в частном доме в гараже москвич вот так краска вроде родная выкатить и не получится да ну давайте откроем да да бампер тут засажен вот краса фаркоп отпилили чтобы на учет поставить ага да я понял рессоры дополнительные тут бампер тоже тут еще подкрас вот так вроде не гнилой обычно вот здесь на крыльях первое что мне а чё с родными колесами стала смотрю диски более ранние стоят колпаки ижевские на сиденье такое уж подзамучена 103 тысячи почти пробег у него а это еще и инвалидный москвич здесь крыло делали до переходом покрасили надуто оно до сих пор не вытянули пороги подмяты так почему я понял что он инвалидный вы видите тут есть кронштейн под тормоз вот это все вырез это все родное оригинальное но так как тут взаимозаменяемые педали тут все сделали в гражданскую версию обычно он ведь тут вот под газ должен быть кронштейн сто две тысячи чувствуется у него дефорсированный мотор должен быть завода 68 лошадей под 76 бензин а в остальном он как обычный сороковой называется он 21403 вот его табличка видите 2140 3 модификации д двигатель восемьдесят четвертый год на только в этом году в карелию и красили такой интересный цвет честно говоря я его в живую вижу впервые за столько лет столько у меня было москвичей карелию вижу живьем впервые мне казалось он больше похож на липу зеленую но нет цвет совсем другой интересный такой серо-зеленый в целом все неплохо но сто две тысячи пробега конечно сказываются а потолок отклеился да я смотрю на скотч приклеили все трясется посмотрим подвеску сайлентблоки уже подозношены защиты есть да уже просели сайлентблоки а завести получится у нас его бензонасос смененный карбюратор выбер смотрим что у нас здесь у кошмар с кока кокса ужас подушки двигателя убиты мотор трясется шумно работает конечно подымливает немного но понятно там пружин надо было просто поменять ну наверное не знаю понятно поменяли петли ночью держит они как а зачем менять тогда вы не знаю вообще а понятно я забрал родные петли здесь пружины на месте непонятно почему меняли так ну что сейчас позвоню владиславу рассказываю что увидел пусть принимает решение созвонился я с владиславом в общем да он ожидал лучшего я честно говоря тоже но пробег конечно 103 тысячи сказывается на автомобиль вот еще кстати есть вмятинки туда сильно ну если кому-то этот автомобиль понравился то контакты дам хотят за него 115 тысяч все оформляемый цвет интересный да вот сейчас видно под определенным углом что мы более матовая нижняя часть дед по ребру на прибру красили так что если что пишите на почту дам контакты но хотя это объявление есть на авито да он висит на автору висит автомобиль можно его приобрести очередной москвич не понравился владиславу да и мне честно говоря тоже мне кажется все таки цена завышена за автомобиль с таким пробегом очень в родной краски но много деталей там надо красить в моторе кокс будем продолжать искать а сейчас я еду в пятиэтажку где мой гараж был заберу остатки запчастей и подъедет туда александр сергеевич опять не поможет на эвакуаторе заберем стеллажи это все в районе платформы белопесоцкий вот она переезд переезжаем а с левой стороны красивый мост через аку большого красивые дорожки сюда ведет люблю сосновый лес извилистая такая он сани уже приехал циклоп привез да наконец-то я увидел этот автомобиль в живую привет 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 сегодня здорово покатался до сани сегодня ездил на тренировку на нем скоро опять гонки шишкин лес ездил тренироваться вот такого он циклопа построил из москвича из кузова который я ему подарил если помните зелененький он был это я сани предложил сделать такой автомобиль таких было две штуки 407 купе шестьдесят втором году их построили для кольцевых гонок два золотчанина лев шигуров и гладилин прям боевой единственное который используется по назначению много кто делал такие реплики но саня не именно сделал тот который гоняется да я его сегодня постарал елки-палки как раз это так вот так вот нехорошо нехорошо ну ладно это боевой автомобиль как раз их было 249 50 сами решил что у него будет 50 это какой-то из них так приложили на гонках что он чуть ли не сложился пополам так что это сами все это ерунда так что да ну ладно короче сейчас мы загрузим остатки запчастей и стеллажи заберем так вот тут чуть-чуть совсем осталось тут нам тоже что-то выбрать стекла не знаю забирать эти стекла они каленки вроде так вот стеллажки вот эти мне пригодятся сейчас это все разгребем и вытащим стеллажи у нас поместились я боялся что не поместится у сани глаз алмаз сани там еще что-то смотрит остатки вот это оранжевый след этому там банку суриком перевернули ну короче в общем не знаю что тут еще брать наверное наверное все кстати один из часто задаваемых вопросов под предыдущим видео был о том что полагается ли мне какая-нибудь компенсация за эти гаражи нет друзья не полагается потому что как я вам рассказывал эти гаражи выдавал собес выдавали их инвалидам участникам войны общем людям нуждающимся в гаражах и выдавались они только на время жизни этого человека то есть их нельзя по наследству было передать нельзя было оформить приватизировать в общем все этих гаражи после смерти владельцев должны были перейти обратно государству поэтому как вы знали что мы не имеем отношения к этому гаражу нас выгнали а дмитрий семенович они просто не знали жив он не жив поэтому этот гараж они так и не вскрыли мы сейчас они едем ко мне выгрузим стеллажи в гараж а если вам интересно про этот циклоп как-нибудь расскажу отдельное видео сделаем и прокатимся на нем сани говорит отлично едет надо будет попробовать у меня прошло пару дней и сегодня мы с вами поедем смотреть два москвича уже я еду по ярославскому шоссе первый москвич у нас находится в поселке балакирева это александровский район владимирской области там очень интересный их сатурн 412 начало шестьдесят восьмого года еще с диваном еще с переключением кпп на рулевой колонке автомобиль интересный ранний на него правда пока не сделано наследство документы но посмотреть его уже можно и если понравится то уже буду договариваться о покупке документы сделают и я его заберу а второй москвич у нас 2140 тоже в родной краске цвета онега находится он городе шатура московской области у нас поездки сегодня по всему подмосковью и владимирской области на весь день там автомобиль у него пробег 37 тысяч долго стоит в гараже как я понял человек который мне его предложил сергей мой подписчик он то ли купил дом с гаражом и в гараже этот москвичу мне кажется какая-то такая ситуация уже подзабыл но сейчас приедем расспросим мы с романом приехали в гараж тут столько снега хорошо лопату взяли откопались так ой крыло подгнившие а я я жалко вот тоже как-то все не очень что-то понизу под прелом мой порог засажен как бы сильно да и тут крыло тоже сгнило сатурн все как положено мотор родной так сейчас табличку посмотрим издалека думал ржавчина это от деревяшки опилки что у нас там 68 год шасси номер 97 напомню что у ежей до 69 года шасси каждый год обнулялись то есть это 97 ежей сделано в 68 году он 97 по счету 68 году соответственно января месяца вот как сгнила тут похоже сырость идет в гараже снизу поэтому он понял за весь спрел да тоже до автомобиль конечно интересный но кузову досталось глянем салон салон родной диван но диван уже весь расползся тут уже что-то подложено 51 тысячи на одометре мне чет кажется что тут 150 еще ранние подлокотники как на 408 на ежах они шли до 74 года да интересный автомобиль но по кузову хреновенький а вот кстати смотрите электропомпа еще стоит датчика нет и говорят что мотор не проворачивается до отчеты не проворачивается точно к сожалению я так рассчитывал мотор еще 67 года кажется до мотор 67 года но это и логично потому что января месяц машина голову снимали очень неаккуратно все тут побито аккумулятор оказывается живой сейчас попробуем покрутить масло смотрели до масло есть щуп еще ранее куда он скручивает очень долго искали где находится масса пока не сняли эту обивку так ну-ка все да а за маховик пробовали его провернуть да то же самое добиратором бенса удаливали они дубинс то если он не крутится мотор а передач не стоит это не трог стоит там да я посмотрю я искал в интернете да вот нейтралка вот нейтралка ну-ка сейчас попробуем еще разок на бензик срабатывает а мотор не работает не вращается до грустно грустно электрика ну да хана мотор похоже ну а история это умалчивает когда на нем последний раз ты ездили в каком году с 8 9 такая табличка у него достаточно редко и жестко не мне кажется не 150 тысяч пробега но да по всем признакам очень похож они там не скручивается он просто по кругу идет там после 100 тысяч он обнуляется идет дальше да так что 50 тысяч он бы вообще новый был до 150 принципе состояние очень похоже жалко конечно подгнил он сильно да у всех советских автомобилей после сутки идет обнуление да в общем сатурн конечно интересный ранний но столько проблем у него и мотор и гнилые крылья такой он весь подзапревший что даже не знаю стоит ли с ним заморачиваться еще роман хочет за него 150 тысяч еще и документы потеряны еще и на одно следствие делать там целый клубок проблему ну в общем будем с ним на связи обещал позвонить как документы восстановят собирать его не забирать пока не знаю даже а я кстати вам не рассказал как я вышел на романа и на этот сатурн мне написал на почту мой подписчик зовут его арсений он сказал что в интернете наткнулся на объявление о продаже гаража в владимирской области и говорит что самое интересное это не гараж конечно а то что там стоит и вот стоял там как раз этот сатурн я сначала смотрю по фоткам думаю ну да 408 неплохой потом приглядываюсь так это же не 408 это же 412 ранний еще и с переключением на руле с диваном ну я конечно сорвался поехать его смотреть ну чё ты мой пыл поугас после просмотра ну чё будем думать а сейчас я держу путь в шатуру ехать не 250 километров это в принципе в этих краях на востоке московской области так что сейчас посмотрим что там за 40 и может быть я его заберу я почти приехал какая-то жуть то ли это мусорный полигон непонятно да это огромная свалка ужас как это кошмарно выглядит стока мусора москвисту живет в снт еду полями болотами здесь очень много болот и была здесь огромная узкоколейка торфовозная поверните на право лет 30 назад ее уже разобрали я ее не застал сергей меня встречает узенько еле помещаюсь сергей приветствую сергей став так ну что посмотрим цвет онега 80 год все это тут канты нету не гнилой вроде даже как родная краска ох с рулем как стал да такое я впервые вижу вообще 80 года часто с рулями такое происходит ну что прям вот так вот отслоить 36000 пробега не исключено что родного потому что смотрите пол какие тут что-то лежала все продавило серый салон три шаги уже есть царапинка есть еще одна шутка снята под капотом у нас шубы нету на капоте не пробовали проворачивать мотор мотор сам проворачиваться на комп стоит на кривой вставил а он по заклинчу да но она расшатывается понятно значит там все сахар превратить хотя шланги пустые записку нашел в нем что было все слито что масло новое залито законсервировано а какая история это вообще всего этого ну дед ездил поставил вроде внуком отдал или не внука сына дедушка умер а сын не стал заниматься так это бросил и дальше продал вместе со всем что то есть в эту дачу купили и тут на я помню еще в детстве я здесь давно на этих дачах пробовал просил продай правда нет не продам ни в какую и вот видите как достался пришел сам когда мтв последняя московская серия 80-й год до 81 даже давали ровненький хороший колес сейчас попробовал три накачиваются вот это она спускает спускает и где золотник а вот прямо хочу будет ух это плохо там запаска есть запаску попробовал это накачивается это хорошо все это накачивается и запаскает в крайнем случае это так ну так все понятно вроде масло прям новое вытаскиваешь ну это она просто осела за сколько лет сколько он тут стоит так с 2000 получается четвертого года это вот по записке здесь техосмотр был последний 97 год понятно понятно но я так не помню что он ездил пацанам было не помню что ну точно 20 лет точно стоит до 20 как он соседи тоже говорят он горит приехал на нем поставил гараж так он играет и стоял понятно такой сразу так сохраняется ну да так посмотрим что тут у нас о вообще все новое ну да вполне возможно что это реально 30 тысяч пробега да я думал ты родной пробег хорошо в своих руках была пыточка дефорсированный это 2140d как магну которую я делал под 76 бензин двигатель в 68 лошадей здорово сергей поменял колесо я накачиваю остальные колеса смотрите гаечки какие промазанные новенькие колеса у нас все накачаны с кирпичей сняли сейчас будем его вытягивать надеюсь нам места хватит тут сугробы кругом это оно и и и и и и и и о пошел пошел руль ровно не неру руль ровно отлично но теперь его можно разглядеть на улице в целом очень ничего ровненький есть несколько повреждений тут дедушка я посмотрел пытался поменять лампочку решетка я уже положил к себе багажник винтики слава богу тоже нашлись вот здесь есть притертость вмятинка небольшая в остальном все очень красиво и вот здесь я увидел тоже какие-то повреждения здесь ударчик был небольшой тоже надо будет это вытянуть хром конечно пострадал и вот это колесо у нас не крутится идет юзом так что до асфальта наверно будем его волочить и здесь что-то у нее не получилось видимо замены стекла поставил на каких-то зажимах но все тоже переделать не проблема но отлично малярных работ минимум вот этот это он мавилем тут по намазал что-то хотя там тоже он есть повреждения ночью это же ерунда цвет конечно онега не очень мне нравится но состояние хорошее пластилином налепил видимо дуло ему салон конечно да на сиденьях сергей сказал всякие тяжести лежали он все это вытащил поэтому они такие продавлены к сожалению ну ладно будет салон тоже отмывать очищать дай бог восстановится все все ну ладно сейчас цепляемся сергей до станции отвезу сейчас тут по этим узким улочкам надо еще будет как-то вырулить заклинившим колесом и и и и все колесо у нас поехала в зеркало увидел на дверь у нас не закрыта сейчас закрою ой как тяжело даже у нас габариты горят замечательно все теперь можно ехать тут и тут надо сейчас заправиться будет у меня бензина совсем мало и опять что ты чек загорелся наверное опять какая-то лямбда сгорела я сейчас пока ехал меня знаете какая мысль посетила что с этой магмой 2140d который я делал отличие только в цвете кузова салон серый мотор дефорсированный и даже представляете номера близкие очень 2751 у магмы мтв и 2795 мтв в этой онеги то есть мало того что они могли видеть друг друга на заводе так может быть еще и в гаи рядышком регистрировались по прописке они тоже жили в москве близко очень вот такое вот совпадение до дома мне еще 150 километров сейчас кофейку выпил хоть взбодрился то есть сегодня встал в 5 утра на штук километров намотал Светлой ванной Я доехал до паркинга, сейчас сразу загоним москвич на мойку, отмоем весь, а завтра им позанимаемся, может даже завести получится, очень мне не терпится. Москвич помыли, если это можно назвать мойкой в белый цвет, конечно все это въедается, все это вековая грязь, надо его еще мыть и мыть. Полировать еще нужно, ну ладно это все потом, главное сейчас основную грязь смыли, соль смыли, хотя дороги были сухие, он не сильно испачкался. Все, значит так его оставляю до завтра, а завтра приеду, будем им заниматься, попробуем его завести. У меня следующий день, сегодня я хочу определить все его неисправности, попробуем его завести и понять какие работы с ним надо делать. Я не думаю, что их будет очень много, наверняка все эти стандартные дела, сцепление, тормоза, помпа, насколько я помню, тут заклинило. В общем, сейчас к свету его перегоню и приступим. Сегодня ночью подморозил сильно, москвич еле сдвинул, масло замерзло в нем. Так, на что я тут свет выставил, вроде светло, можно приступать. Что у нас там, помпа, но она двигается чуть-чуть, сейчас попробуем ее расшатать. Все, отлично, сейчас пойдет. Все, я думаю, что она будет крутиться. Шланг сразу же лопнул, как всегда. О, тут лед, после мойки остался. Сейчас посмотрим, что там в карбюраторе. Карбюратор здесь выбер, и это очень хорошо. О, тут все новое. Все прилипло. О, фильтр-то вообще практически нехоженный. Да, и тут, смотрите, чистота. Вообще крышка, все, и тут новая кастрюля. Класс. Я думаю, что все у нас легко заведется. Сейчас я все-таки воздухан сниму, чтобы к бензонасосу был доступ. Потому что он, скорее всего, пересох. Мне часто пишут такие комментарии. Станислав, вы каждый раз с каждым москвичом делаете одни и те же операции. Бензонасос, карбюратор, тормоза, сцепление, гидравлическую часть. Но никогда сцепление не меняли, моторы не перебирали. Почему так? Ну, потому что я беру такие автомобили, которые долго стояли. Видите, трава тут проросла. Долго стояли, и у них эти все болельки одни и те же. Тормоза, вытекло сцепление, закис бензонасос. Так что, поэтому и получается только об этом и снимать. Так называемый стояночный износ. А так как я это все делаю не для контента, а просто показываю, чем я живу, про свое увлечение рассказываю, про свою жизнь можно сказать, потому что с москвичами у меня полжизни уже связано. Поэтому это всего лишь рассказ о том, что я делаю. Так, что нам нужно? Нам нужно бензин теперь. Сейчас проверим бензонасос на работоспособность. Нет, похоже, не работает. Ой, все шланги дубовые. А нет, что-то вроде есть. Ну, давай, родимый. Сейчас попробуем через него прокачать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ У-у-у-у. Тьфу! Перестарался. Тьфу! Фу! О! Начало жевать. Ну, как-то хреново. Сейчас подсоединим. О! Пошел, пошел. Отлично. О! Оживили. Замечательно. Так, что у нас с ускорительной? О! Отлично! И ускорительная работает. Ну, что, ставим аккумулятор. Так, масло смотрим. Да, масло слеза, как Сергей говорил. Прозрачное. Видимо, его меняли перед тем, как поставить машину. Звучит. 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 Ну, прям сразу. Звучит. 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 так похоже сгоревшие сопротивление на катушке потому что ключ отпускаю и он сразу глохнет а тут сопротивление уже замкнута вот этим проводочком надо посмотреть что там под кембриком уж там контакт плохой ну да может он специально сделал так что она не соединена даже как секретку посылал он невозможно попытка номер два судя по всему проблему в замке зажигания смотрите я поворачиваю зажигание а стрелка амперметра даже не отклоняется вот дернулась щелкает потом если потеребить он проводочки это периодически что-то появляется зажигание у нас в общем контакт плохой в замке зажигания сейчас попробуем его исправить поджал контактики на замке вот теперь видите зажигание есть лично можно пробовать завелся сразу а помпа не работает давление отличная пласти четверочку показывала так ладно помпа надо все-таки сорвать не идет она я скинул ремень сейчас попробую проверку она идет вроде вот тут легко а потом тяжело выводимая чем есть равно конечно менять может я зря дело ладно помпа буду менять сейчас послушаем еще раз как работает мотор долго его гонять не будем непонятно что там с охлаждающей жидкостью в радиаторе ее нету там все это промывать надо будет помпу менять что у нас там с давлением 5 отлично давление хорошее фонарь заднего хода горит закисло там все какие-то вылетели из трубы ошметки ржавые и тут кстати знаете что я заметил есть третья часть глушителя что говорит о том что глушитель ранний и родной но все глушим пока подымливает конечно сильно ему надо нормально поработать масло поменять ну масло прозрачно ну в целом с мотором все понятно работает хорошо замечательно тормозов у нас нету все вытекло сейчас нажмем на сцепление о сцепление закисло тормоз ходит педали это хорошо в общем фронт работы по этому москвичу понятен как всегда он стандартный надо наладить всю гидравлику сцепление тормоза поменять заклинившую помпу промыть систему охлаждения все жидкости в общем все все как всегда ничего нового главное что в этом автомобиле замечательный кузов вообще не гнилой то есть я не нашел ни одной червоточин есть вот такая вот небольшая ржавчина но это сырость там в шатуре вообще сырые очень места вас высоко вода я говорил кругом болото вот и удивительно что в этом гараже еще достаточно сухо то есть автомобиль практически не пострадал но хозяин конечно этого автомобиля был очень странный то есть я вот совершенно не понимаю зачем вот это все было делать ну ладно допустим зачем он выдрал пепельницы из дверей видите что-то положил сюда все продавлено теперь сиденья хотя все в принципе в отличном состоянии зачем это было делать ума не приложу чем они ему мешали но зато благодаря тому что он убрал все коврики смотрите в каком состоянии полы то есть вообще тут ничего не запрело даже не ржавчинки нету это за это ему спасибо но правда коврик задний он куда-то дел и сергеева не нашел здесь принципе все то же самое тут шумка отклеилась но под ней тоже все замечательно ничего не ржавая вот этот коврик сохранился под водительским то же самое он ведь тут тоже какая тяжесть лежала он такая вмятина потом меня знаете что удивило зачем он удалил антенну и запретил омыватель стекла здесь провода заизолировал ни бачка ничего нету то есть это он видимо эксплуатировал автомобиль только в сухую погоду ну почему бы и нет но удалять эти вещи конечно не знаю зачем нужно ну ладно хозяин барин и тут смотрите еще что заметил наклейки элит элит ты бойл финские кстати марка бренд ты бойл это советский бренд для финляндии был придуман и он теперь опять вернулся в россию и теперь в заправке шел называются ты бойл с этих может быть можно отклеить и сохранить прикольные таких не видел никогда вот этой бороды тут не хватает тоже куда делась непонятно руль конечно разложился просто как после ядерной войны но при этом москвич замечательный кузов как я говорил цвет конечно онега не очень мне нравится вообще белые автомобили не очень я люблю люблю яркие но ничего нормально сейчас как говорится в нынешнее время вообще никаких уже не осталось хороших москвичей все либо подгнившие либо перекрашенные этот смотрите видите вот тут обычно первое что начинает подгнивать это вот в этом месте обращайте всегда сюда внимание здесь вот четыре детали сходятся в одном месте и тут очень плохо проветривается поэтому здесь всегда рыжики появляется в первую очередь вот эти решетки зачем-то он тут на винты посадил хотя здесь пистоны защелкиваются и все тоже придется их менять ну а так повреждений по кузову почти нет вот здесь что-то какая-то бяка вот здесь ударчик был это выдавить можно будет это мовиль вот это все мовилем он мазал там правда под ними есть какие-то скольчики но все это несущественно отполировать его и будет замечательный красивый москвич ну и на этом наверное буду прощаться с вами я тут еще немного приболел наверное по голосу чувствуется простудился поэтому сейчас уже поеду домой у меня тут вот этот москвич хочет купить мой очень хороший знакомый врач хирург у него уже один москвич есть и он хочет вот приобрести вот этот кипарис поэтому надо будет его перегнать домой и им заняться тормоза сделать ему салон все помыть все почистить жидкости масла поменять и я думаю он будет его радовать но этот москвич пока займет его место ну все всем пока спасибо что смотрели следующее видео выйдет на втором канале мы тут семьей на мой день рождения который уже на днях поедем в путешествие интересное и про это путешествие я думаю снять видео она будет на втором канале так что заходите подписывайтесь чтобы не пропустить все всем пока и зря тебя назвали москвичем